По суточный съем квартиры очень удобен для тех, кто решил остановиться в городе на несколько дней. Хотя иногда к такой услуге прибегают и те, у кого есть свое жилье. Но хочется смены обстановки, например, для празднования дня рождения. Арендой квартир пользуется разная категория путешественников. Это деловые поездки, это студенты. Если брать рынок Беларуси, то чек здесь варьируется от локации, наполняемости квартиры, самого дома. И здесь даже имеет значение входная группа в подъезд. То есть из этого всего формируется цена. И поэтому цена на сегодняшний день в Минске, она плюс-минус от 80 и до 200 рублей. Кроме того, в стоимость закладываются и внутренние услуги. Это горничные, интернет, постельное белье, предметы гигиены. Такие как мыло, шампуни и тапочки. Отдельной статьей формирования цены на съем квартиры является наличие онлайн-администратора. Такая услуга позволяет организовать бесконтактное заселение. Это экономит время арендатору. Поддержка 24 часа на 7. И эта услуга очень привлекательна для любого гостя, потому что у нас очень много приезжих. Это люди, которые не могут знать свое расписание прибытия в город и работы. Это администратор, который всегда на связи. Найти компании, которые предоставляют услуги посуточного съема, легко через онлайн-площадки. За ними, признается Наталья, будущее. Ведь такой подход исключает растратные звонки и долгие поиски. У многих крупных компаний есть тоже свои личные сайты, где вы можете напрямую, без посредников, без фотообмана, видеоиллюзий, перейти на сайт и самостоятельно выбрать тот вариант, который вам подходит по количеству размещения, по локации и по наполнению квартир. А вот телеграм-каналы и мессенджеры для поиска квартир использовать не стоит. Большой риск, что собственники могут вас обмануть. Например, условия сдачи будут не соблюдены. Или квартира будет не соответствовать той картинке, которую вам изначально предоставят. Но даже если вы решили все-таки снять квартиру напрямую от собственника, лучше договор заключить. И тут, внимание, если вы снимаете квартиру у ИП или у ОАО, договор должен быть. А вот у самозанятого, законодательно, нет обязанности его заключать. Постановлением правительства не регулирована, то есть такая примерная форма, которую вы должны заключить. Однако гражданское законодательство рекомендую вам заключить данное соглашение, где прописать все условия соглашения сторон. То есть, естественно, в каком состоянии сдается квартира, в каком состоянии они должны обвернуть ее. Если одна из сторон не исполняет условия договора, то в таком случае в установленном порядке арендодатель или же арендатор может обратиться в суд.